Папа исполняет пророчество. Пастор Дог Бачила. Друзья, я хотел поговорить с вами об очень интересных событиях, произошедших недавно, которые имеют очень важное значение. Мы сейчас посмотрим очень важный видеосюжет, который доступен в сети интернет. Это сюжет об особом обращении Папы Франциска к съезду служителей харизматических и пятидесятнических церквей. Это призыв к единству, призыв к ним объединиться или снова воссоединиться с католической церковью. Приглашение к ним быть единым целым. Я думаю, что это обращение имеет историческую ценность. Мы не сможем просмотреть все обращение, но мы разместим его на нашем сайте, если вы пожелаете посмотреть его целиком. Но я бы хотел взглянуть на отдельные фрагменты и выделить некоторые пункты этого обращения, чтобы обратить ваше внимание. Приступим к просмотру. Я верю в то, что Бог привел меня сюда, на этот съезд служителей в Духе Ильи. Позвольте объяснить. Изучая внимательно, вы увидите, что Дух Ильи проявился в служении Иоанна Крестителя, чтобы обратить сердца детей к отцам их. Сделаем паузу, чтобы осмыслить эти слова. Скоро мы услышим личное обращение Папы Франциска, но для меня большой интерес представляет так же и этот епископ по имени Тони Палмер. Это весьма выдающийся деятель, который, по-видимому, лично общается с Папой и послан им в качестве предвестника. Он исполняет роль посредника, будучи не католиком, а представителем англиканской церкви. Его служение особым образом сосредоточено на достижении единства между церквями. Он посещал не только этот съезд харизматов и пятидесятников. Он приезжает всюду, куда можно только приехать, чтобы объединить различные церкви между собой. Он отлично делает это дело, выступая в роли пророка Ильи с вестью о возвращении детей к отцам и отцов к детям. Его весть о единстве не считается с доктринальными разногласиями. Вы можете сами сейчас послушать, что он говорит. «И обратить сердца отцов к детям, чтобы приготовить путь Господу». И мы знаем, что пророчества всегда имеют двойное исполнение. Мы знаем также, что Илья придет также и перед вторым путешествием Христа. Я сегодня понимаю так, что дух Ильи – это дух примирения, дух возвращения сердец друг к другу. Это очень важно. Мы знаем, что в первое тысячелетие христианской эры была только одна церковь под названием «католическая церковь». И слово «католический» означает «всеобщее», а не «римское». Католическое означает «если вы рождены свыше», поднимите руку, рожденные свыше. Все, поднявшие руку, это католики. Не будем легкомысленно относиться к его словам, потому что он прав. Слово «католический» буквально означает «вселенский», «общий». Но что мы здесь видим? Мы видим, как очень осторожно и обоснованно стираются различия между католиками и протестантами. Послушаем дальше. «Верните себе то, что принадлежит вам». Мы католики. Но в конце первого тысячелетия произошел раскол, после которого образовались ортодоксальные церкви, западная и восточная, две большие церкви. Через 500 лет появился Лютер с его протестом, что привело к появлению еще трех церквей в 16 веке, вернее, три динаминации, а не церкви. Затем, начиная с протеста Лютера, до сегодняшнего дня возникло 33 тысячи новых церквей. Как вы сами видите, друзья, здесь упоминается, как он говорит, протест Лютера. Вместо слов «протестантское движение» или «протестантская реформация», это явление определяется как «восстание» или «протест одного возмутившегося священника». Но на самом деле было целое движение, основанное на многочисленных теологических различиях. Послушаем дальше. «Я пришел к пониманию того, что различие – это от Бога. А раздоры – от дьявола». Я не знаю, насколько вы поняли это высказывание, но это очень важно и судьбоносно. Различие – это прекрасно, это от Бога, но разделение – это от дьявола. Видите ли, это просто неправда. Не все разделения – от дьявола. Библия свидетельствует нам о том, что Слово Божье также разделяет людей. Оно острее обоюдоострого меча. Иисус говорит, «Не мир пришел принести я на землю, но меч». Апостол Павел призывает выйти и отделиться от всего нечистого. И когда апостолы ранней церкви отстаивали истину, это приводило к разделению между ними и, так сказать, большой церковью. Поэтому в последние дни, если мы будем отстаивать истину, мы будем названы не только раскольниками, но и посланниками дьявола. Вы говорили о славе, и это истинно, я согласен с вами. Слава, которую имеет Отец, имел Отец, Он отдал Иисусу. Славой было присутствие Бога. В чем заключается харизматическое возрождение? Это когда мы испытываем присутствие Бога. И Он сказал, «Я даю им славу по конкретной причине, чтобы они были едины». «Именно Его слава объединяет нас, а не доктрины». Он сказал, «Именно Его слава объединяет нас, а не доктрины». Я уже, возможно, говорил о том, что епископ Тони Палмар также и харизмат. Он, так сказать, говорит языками и поддерживает это явление. Харизматическое движение – очень интересное движение. Оно, по сути, представляет собой форму спиритизма, пришедшего в христианскую церковь. В нем большое внимание уделяется духу, чем мучению и доктринам. Я бы хотел добавить еще одно по этому поводу, говоря об этом человеке по имени Тони Палмар. Он говорил публично, «Когда моя жена увидела, что ей нужно быть одновременно и католичкой, и харизматкой, и членом евангелического и пятидесятнического движения, и когда эта идея была воспринята с абсолютной поддержкой со стороны католической церкви, она сказала, что желает присоединиться к католической культуре, что она и сделала. Здесь не может быть никаких двухсмысленностей. Его жена поверила в то, что она может быть частью всех этих движений и приобщиться при этом к католической культуре. В этом заключается цель, цель объединения всех людей в христианском мире в рамках и признания католической культуры. Посмотрим дальше. Это слава. Если вы соглашаетесь с тем, что Христос живет во мне, и Его присутствие есть во мне, и Его же присутствие есть в вас, то это все, что нам нужно, потому что Бог сам разберется со всеми доктринами, которыми мы дорожим. Не волнуйтесь об учении здесь, на земле. Мы разберемся со всеми доктринами, когда будем на небесах. Давайте просто любить друг друга. Вот что Он говорит. Но ведь учение имеет большое значение. Иисус сказал, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Когда Иисус произносил Нагорную проповедь, люди дивились Его учениями. Неужели нам нужно упразднить Нагорную проповедь для того, чтобы просто любить друг друга? Но нам предлагается разобраться с доктринами позже. Этот призыв вы будете слышать как мантру, снова и снова. Посмотрим дальше. Поэтому христианское единство – это основа нашего авторитета. Христос говорит, «Пока они не будут едины, им не поверят». Им поверят как должно только тогда, когда они станут едиными. Разделение разрушает наш авторитет. Страх разделяет нас друг с другом. Страх – это ложные представления, которые кажутся настоящими. В этом суть и основа страха. Ложные представления, которые кажутся настоящими. Ваш страх, по большей части, основан на пропаганде. Итак, мы слышим о том, что учение протестантской реформации – это пропаганда, вселяющая страх. То есть, нечто негативное. Нас призывают не слушать эту пропаганду. Послушаем дальше. Немного истории. В 1999 году Римская католическая церковь и протестантская лютеранская церковь подписали соглашение, которое положило конец самому протесту. Лютер верил в то, что мы спасаемся благодатью через веру и только через веру. Аминь. Позвольте поправить. В это верил не только Лютер. В это верили десятки тысяч посвященных христиан, желающих вернуться к библейскому учению. В это верили Гус, Уиклиф, Тен-Дейл и все остальные великие реформаторы, а не только Лютер. Но про католическую церковь говорили, что она верит в спасение делами. И в этом была суть протеста. В 1999 году эти две церкви подписали этот документ. В протестантских церквях, с другой стороны, много дешевого спасения. Люди говорят, что рождаются свыше, но не приносят плодов. И поскольку мы даже не думали о плодах, этот вопрос был далек от нас. Потому что плоды были неважны для спасения. Сейчас они также неважны. Но они показывают, спасены вы или нет. Что сделали эти две церкви? Они объединили эти две концепции. Послушайте, я читаю дословно из католического сайта Ватикана. Оправдание означает, что Христос сам наша праведность, причастником которой мы становимся посредством Духа Святого в согласии с волей Отца. Вместе мы, католики и протестанты, то есть лютеране, верим и исповедуем, что только благодатью, через веру в спасительные дела Христа, а не благодаря каким-то заслугам с нашей стороны, мы принимаемся Богом и принимаем Духа Святого, который обновляет наши сердца, делая нас способными и призывая нас к добрым делам. Здесь как бы говорится о протесте Лютера. Но Лютер протестовал не против какой-то одной доктрины. Он прибил аж 95 различных тезисов своего протеста на дверях церкви Виттенберги. Здесь говорится только об одной доктрине, но это не единственный пункт. Вы заметите, что в самих словах и используемых формулировках этого соглашения доминируют общие фразы и поверхностные высказывания, потому что католики искали таких формулировок, при которых им не нужно было отказываться от своих прошлых верований или признавать неверность своих доктрин. У нас нет времени углубляться в этот вопрос, но все не так ясно, как это кажется на первый взгляд. Послушаем дальше. Это положило конец протесту Лютера. Братья и сестры, протест Лютера исчерпан. Ваш протест тоже исчерпан. В 1999 году этот документ был подписан Лютеранской Церковью. Все церкови представлены во всем мире. Через пять лет Всемирная Церковь Методистов подписала такое соглашение, но на сегодняшний день Евангелические Церкви еще не подписали этого соглашения, чтобы согласиться с нашими братьями и сестрами в том, что мы спасаемся благодатью через веру к исполнению торговых дел. И я думаю, что это нужно сделать. Сделаем паузу. Мы видим, как он переходит к делу. Он говорит, Лютеране подписали это соглашение, их протест исчерпан, Методисты тоже подписали это соглашение, и теперь мы ждем Евангелические Церкви и Пятидесятические Церкви, пока они подпишут это соглашение, чтобы все мы снова объединились. Церковь и протестантская реформация сегодня еще не в единстве друг с другом. Это и есть вызов к вам, говорит Тони. Протест уже исчерпан 15 лет назад. Я взываю к разуму сегодня. Я спрашиваю моих протестантских друзей-пасторов, если протеста уже нет, как могут существовать протестантские церкви? Думаю, что нам легко понять, к чему идет это рассуждение. Различие между протестантами и католиками здесь объявляется несуществующим. Мы видим движение к одной мировой религии, но именно это и предсказано в пророчестве о времени прямо перед возвращением Христа. Сегодня мир переживает огромные потрясения. При возвращении Христа в нем будет существовать только две группы людей. Одна будет иметь печать Божья, другая – начертание зверя. Очевидно, что при наличии 33 тысяч христианских деминаций должно произойти нечто, чтобы присоединить все эти деминации в одну из этих двух групп. Вот как на ваших глазах исполняется это пророчество. Эти утверждения, эти призывы будут продолжаться до тех пор, пока все не объединятся в одно единое тело, в котором мучения будут пренебрегаться, а вместе с учениями и сама Библия. Мы ведь не говорим, что мы такие же католики, какими они были раньше, правда? Друзья, мы прошли реформацию, и мы являемся католиками во вселенском смысле. Мы уже не протестуем против учения католической церкви о спасении. Мы с ними проповедуем одно и то же Евангелие. Проповедуем ли мы одно и то же Евангелие? Возможно, я не знаю о каких-то радикальных изменениях с 1999 года, но хотел бы показать вам несколько примеров кардинальных различий, которые привели к протестантской информации. Библия учит не поклоняться изображениям в одной из десяти заповедей. Закон Божий является частью Евангелия. Римская церковь говорит о том, католическая, что нам следует поклоняться изображениям. Библия учит тому, что все согрешили, кроме Иисуса. Римский католицизм тому, что Мария была безгрешна. Библия называет Иисуса единственным посредником между Богом и людьми. Католическая церковь называет Марию сопосредником. Библия учит, что Христос отдал себя в жертву на кресте один за всех. Римский католицизм учит тому, что священник приносит в жертву самого Христа во время мессы каждый раз. Библия учит тому, что все христиане являются святыми и священниками. Эфесянам 1.1 Римский католицизм говорит, что святые и священники – это особая каста в христианском сообществе. Библия учит, что всем христианам нужно знать о том, что они имеют жизнь вечную во Христе. Римский католицизм учит, что об этом не должны знать все христиане. Библия учит не называть ни одного религиозного лидера отцом. Римский католицизм утверждает, что мы можем называть отцами священников и папу. Епископа Тони Палмера также называют отцом Тони. Библия учит не молиться понапрасну и долго, повторяя одно и то же, но католицизм утверждает, что вы можете произносить слова «Святая Мария» и «Мой Отче» бесконечно. Библия учит исповедовать свои грехи только Богу, потому что только Бог может прощать грехи. Римский католицизм говорит, что вы должны исповедовать свои грехи священнику. Библия учит, что перед крещением человеку нужно проповедовать Евангелие и заповеди Христовы, чтобы он уверовал и покаялся. Римский католицизм учит, что младенцы могут быть крещены, иначе в случае их ранней смерти они будут отправлены в ад. Учения о чистилище, о жизни после смерти, о молитвах мертвым вы не найдете нигде в Библии. Они пришли в христианство из язычника, из язычества. Вы видите, существуют многочисленные и величайшие различия между учением протестантов, за которые они умирали, своей кровью за свидетельство о своей верности этим принципам истины, и между верами католиков и некоторых ортодоксальных церквей. Неужели нам нужно теперь согласиться с тем, что истина уже не имеет никакого значения, и что нам нужно просто любить друг друга и таким образом заниматься евангелизмом? Евангелизм должен быть основан на истине. Чтобы мне быть кратким, мы вернемся к этому служению. Мы сейчас все проповедуем спасение благодатью через веру, только через веру. Слово «только» было объектом споров 500 лет. И это слово записано в этом соглашении. Прочите сами. Протест уже исчерпан. Его больше нет. Поэтому позвольте мне помолиться, а затем мы посмотрим видео обращение. Я думаю, что мы будем видеть все больше и больше людей, идущих в мир, а также обращающихся к церквям в духе Ильи, чтобы обращать сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы представить Господу народ приготовленный. Служение примирения нуждается в наших ресурсах и энергии, точно так же, как и служение евангелизации. В противном случае мы будем строить стены без оснований. Я прошу вас искать возможности помогать, наводить мосты и помогать таким людям. Я хотел бы помолиться. Если вы согласны, скажите «Аминь». Это молитва умирающего человека. Когда вы знаете, что ваша смерть близка, вы будете молиться о самом важном. Этот человек говорил Богу, «Не о них только молю, но также и о верующих в Меня по Слову Твоему, дабы они все были едиными, как ты, Отче, во Мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едины, да уверуют в мир, да уверуют в мир, что ты послал Меня. И славу, которую ты дал Мне, Я дал им, чтобы они были едиными, как и мы едины». Слава Отцу Небесному! Аминь. Итак, часть этой молитвы Иисуса говорит о единении, о единстве христиан. Но Иисус также говорит в Евангелии от Иоанна 17, 17, «Освети их истинную Твоей, Слово Твое есть истина». Что же может объединить нас? Это Дух Божий, Который назван Духом Истинный. То есть, именно учение объединяет согласно Слову Иисуса. Опять же, Евангелие 16, 13, «Когда же придет Он, Дух Истинный, то наставит вас на всякую истину». Именно познание истины приносит нам единство. Дух библейского учения объединяет людей. Когда мы сближаемся на основании истины и библейского учения, то тем самым мы сближаемся друг с другом во Христе, потому что Иисус – это Слово, ставшее плотью. Мы не становимся ближе друг к другу, когда просто ощущаем себя едиными в харизматическом порыве чувств или в ощущении славы, подобно тем, кто крестится даром так называемых языков. Церковь объединяет совсем не это. Единство достигается совсем не так. Мы слышали очень мало библейских оснований для сказанного, а ведь именно истина делает нас свободными от заблуждений. Сейчас будет звучать обращение папы. Дорогие братья и сестры, простите меня, потому что я буду говорить по-итальянски. Я не говорю по-английски, но вообще-то я хочу говорить не на итальянском, не на английском, а на языке сердца. Думаю, что аудитория в зале была просто поражена, когда увидела папу, обращающийся к ним с экрана. Неужели сам папа обращается к этому собранию служителей? Папа не послал им письмо, как это обычно бывает. Он сам лично обратился к этому съезду служителей. В этом обращении он говорит, «Я послал своего друга, епископа Тони Палмера, своего давнего друга с этой вестью». Подумайте о том авторитете, который этот человек имеет в Ватикане, и который только будет нарастать в будущем. Хотел бы особым образом отметить, что большая часть истинных последователей Христа не является членами моей церкви. Я верю, что искренние христиане, истинные христиане находятся в различных динаминациях. Сам папа римский производит впечатление в прекрасного человека. Он напоминает мне моего дедушку. Он и выглядит почти так же, как мой дед. Я просто хочу еще раз убедиться в том, что никто не стал считать все эти процессы такими милыми и мирными, как это может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, что это обращение было подготовлено, что некоторые предложения были прописаны заранее, а затем просто прочитаны на память. Но здесь есть определенная весть. И эта весть, по моему мнению, имеет стратегическую цель. Это обращение могло быть записано на смартфоне, и поэтому выглядит любительской записью. Но давайте просмотрим его полностью. Продолжим просмотр. Это язык, язык сердца. Гораздо проще и гораздо точнее. И этот язык, язык сердца, имеет свои особенные закономерности и грамматику. Его грамматика проста. Она имеет всего два правила. Возлюби Бога превыше всего, и возлюби ближнего, потому что он твой брат и сестра. Этих двух правил достаточно, чтобы идти вперед. Я слышу то же самое, проповедуя Евангелие по всему миру от других христиан. Они говорят, «Мы не нуждаемся в десяти заповедях, мы не нуждаемся в субботе». Это правда, что десять заповедей суммируются в двух заповедях, любовь к Богу и ближнему, которые живут в сердце. Но иногда эти утверждения используются для принижения важности послушания Божьим заповедям. Поэтому, каким бы прекрасным ни было это обращение, а я согласен с тем, что мы нуждаемся в любви к Богу и ближнему, оно не может принизить важность послушания десяти заповедям. Я здесь с моим братом, моим братом-епископом, говорит папа, Тони Пальмером. Мы дружим уже много лет. Он рассказал мне о вашем съезде, о вашей встрече. И я с радостью приветствую вас. Мое приветствие дышит радостью и ностальгией. Радостью оно дышит потому, что ваше собрание радует меня. Вы собрались поклониться вместе Иисусу Христу, Единому Господу, и молиться, молиться Отцу с просьбой послать вам Духа. Это приносит мне радость. Мы можем видеть, как Бог действует по всему миру. Ностальгия же охватывает меня, вот почему. В некоторых районах, где мы живем, некоторые семьи дружат друг с другом, собираются вместе, а некоторые не желают дружить, отделяя себя от других. И поэтому мы живем в таком, если позвольте сказать, разделении. Итак, Папа говорит, «Я приветствую вас, я рад, что вы собираетесь для поклонения Иисусу, но я также выражаю ностальгию, или томление, если перевести точнее с итальянского, что значит, я с тоской смотрю на то время, когда мы были единой семьей, нам снова нужно быть единым целым, в этом суть его обращения. Я говорю о разделении, просто потому, говорит Папа, что нас разделяет грех. Все наши грехи производят разделение, производили непонимание и разногласия в нашей истории. Мы все участники долгой истории грехов, в которых мы все причастны. Кого же мы будем обвинять? Мы все разделяем одну вину, мы все согрешим. Как Папа, так это можно было бы назвать самой вопиющей недооценкой тысячелетия. Все те 30 или 50 миллионов убитых католической церковью названы простым недоразумением. Кого же мы будем обвинять, говорит Папа. Но ведь это произошло, если я не ошибаюсь, именно по причине величайшей пропасти в теологии, когда люди отказывались признавать верховную власть и господство этой церкви. А эту позицию католическая церковь, по-моему, еще сохраняет. Мы все согрешили, говорит Папа. Я испытываю ностальгию потому, что это разделение между нами подходит к концу и сменяется единством. Я испытываю ностальгию по этим объятиям, желая их приблизить. Когда, по свидетельству Священного Писания, братья Якова начали страдать от голода, они пошли в Египет закупить еды, чтобы пропитаться. Сейчас вы слышали, как Папа переходит к наставлению. И это наставление очень продуманное. Здесь говорится об объятиях. И ссылаясь на историю Иосифа, рассказывая эту историю, обратите внимание на картину, возникающую в умах слушателей. Папа представляет себя и католическую церковь в роли Иосифа, который был неверно понят и предан своими братьями. Однако, в настоящее время, настало время, когда его братья, начали голодать и были готовы принять от него все, что он мог дать им. Они пришли и поклонились Иосифу. Иосиф же, в конце концов, стал их повелителем. Они вначале отделились от своего брата, но они вернулись и обняли его, в конце концов. Иосиф также обнял своих братьев и простил им все, что они сделали. Поэтому, слушая эту небольшую аналогию, вы будете решать и делать вывод о том, кто же в этой истории находится в роли Иосифа. они отправились в Египет, чтобы закупить себе еды на пропитание. Они пошли за покупками, они имели деньги, но они не могли есть эти деньги. Деньги невозможно есть. однако, они нашли нечто большее, чем еду. Они нашли своего брата. Все мы имеем своего рода валюту. Этой валютой является наша культура, наша история, наши исторические ценности могут быть этой валютой, наши религиозные достижения. Все мы имеем различные традиции. Но нам нужно посмотреть друг на друга, как брат на брата. Нам нужно поплакать вместе, подобно Иосифу. Эти слезы нас объединят. Слезы любви. Я разговариваю с вами, как брат с братьями. Я обращаюсь к вам с простой вестью, вестью о радости и вестью о ностальгии. Давайте же позволим нашей общей ностальгии расти, потому что она, в конце концов, приведет нас друг к другу, поможет нам обнять друг друга. И поможет нам поклониться Иисусу Христу как единому Господу истории. Я премного благодарен вам за то, что вы выслушали меня. Благодарю вас за возможность обратиться к вам на языке сердца. Я обращаюсь к вам также из просьбы. Пожалуйста, молитесь обо мне, потому что я нуждаюсь в ваших молитвах. Я тоже буду молиться о вас, обещаю, но я нуждаюсь и в ваших молитвах. И давайте молиться Господа о том, чтобы Он объединил нас всех. давайте признаем, что мы братья. Давайте обнимем друг друга духовными объятиями и позволим Богу завершить то, что Он начал делать. И эта работа по восстановлению единства, это чудо единства уже начало совершаться. Известный итальянский писатель по имени Монзони однажды написал в своей новелле о простом человеке, одном из многих, который сказал так, я никогда не видел, чтобы Бог начал совершать какое-либо чудо и не закончил наилучшим образом. Поэтому Бог завершит это чудо объединения. Я просто дал вам возможность выслужить Папу до конца. Думаю, что вам нужно было выслужить это полностью. Тут нечего добавить. Это призыв обнять друг друга, признать чудо объединения, поплакать вместе, признать друг друга братьями. По сути, это призыв к заблудшим протестантам вернуться домой. Между прочим, когда братья Иосифа пришли к нему, они в конце концов отправились в Египет, где жил Иосиф. Но позволим ему закончить свое обращение. Я прошу вас, говорит Папа, благословить меня, а я благословляю вас. Я обнимаю вас, как брат брата. Спасибо. Кеннет Копленд вышел на сцену этого собрания, говорит, слава, слава, слава. Тони, благодарим тебя. Друзья, человек попросил нас помолиться за него. О, отец. Сейчас пастор Кеннет Копленд вышел на сцену. Он является учеником самого Уолла Робертса. Он, возможно, один из самых первых харизматических лидеров Северной Америки. Он также является очень известным проповедником процветания. Но интересно отметить, что пастор Кеннет Копленд и Папа Франциск оба имеют возраст 77 лет. Они являются представителями одной и той же эры. Вы видите, на этом собрании не просто рядовых членов церкви. Это лидеры, это служители харизматического движения. Они услышали это обращение Папы, и они встают, аплодируют, поднимают руки и полностью принимают сказанное. Они, по-видимому, принимают и соглашаются с этим обращением. Продолжим дальше смотреть. «Отче, говорит Кеннет Коплин, мы исполняем его просьбу. И поскольку мы не знаем, как молиться о нем как должно, кроме как согласиться с ним и его просьбой, его сердечной вестью о единстве тела Христова, мы объединяемся в единстве нашей веры». Аллилуйя. «Как по мне, так он соглашается с тем, что сказал Папа. Мы объединяемся в единстве нашей веры», говорит. Я просто хотел обратить на это внимание. Послушайте дальше. «Итак, отче, мы здесь, все мы сейчас, согласно Писанию, не зная, как молиться, как должно, мы молимся за Него в Духе». Мы принимаем эти молитвы в Духе Святом. «Мы принимаем молитвы веры». «Мы принимаем, принимаем слова, которые не от нас». Далее идет непереводимая игра слов с использованием неизвестных диалектических выражений, выражаясь словами из известной комедии, примечаний переводчика. Я не вижу в Библии ни одного примера, когда Иисус молился таким образом. Когда Иисус сказал «Будете говорить иными языками», Он имел в виду, что Его ученикам будут даны сверхъестественные способности говорить языками, которые они прежде не знали и не изучали с целью проповеди Евангелия людям, говорящим на этих языках. Посмотрим дальше. Звучит та же непонятная речь. Субтитры Алилуйя! Алилуйя! Слава! 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 Благодарим тебе, Отец! Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Тони, возьми свой смартфон и подойди сюда. я хочу чтобы ты записал ответное видео обращение зайди сюда давай сделаем так чтобы он мог увидеть все это собрание теперь они решили воплотить замечательную идею она сильно работает в маркетинге Кеннет Коупленд желает послать видео ответ обратно в Ватикан обратно к папе итак вы даете ответ Ватикан да говорит Кеннет Коупленд да дорогой сэр мой дорогой сэр мы благодарим вас из глубины наших сердец все эти лидеры церквей на самом деле представляют десятки тысяч людей которые любят вас которые верят в бога вместе с вами и в ответ на вашу просьбу мы только что помолились о вас и с вами и мы сделали это в духе и мы верим в то что принимаем согласно слову иисуса в евангелии от марка 11 глава 24 стих чего не пожелаете когда молитесь верьте в то что получаете это и вы получите это наше желание сэр как и ваше обращается к Кеннет Коупленд к папе содержится в четвертой главе послания к ефесянам доколе все придем в единство веры и познание сына божья в мужа совершенного в меру полного возраста христового благодарим вас сэр мы благословляем вас мы принимаем ваше благословение это очень важно для нас мы благословляем вас всем своим сердцем благословляем вас всей своей душой благословляю вас всеми своими силами. И мы благодарны вам, сэр. Мы благодарим Бога за вас. И, сэр, все мы говорим вместе будьте благословенны. И еще раз вместе. Будьте благословенны. Аминь. 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 Аплодисменты. Аллилуйя. Вы должны посетить Ватикан, говорит Тони Палмер Кеннету Копленду. Я сделаю это, я готов, слава Богу. Итак, епископ Тони Палмер только что предложил Кеннету Копленду посетить Ватикан. Интересно будет увидеть, каким результатом придет это посещение. Я думаю, что всем ясен тот факт, что они только что приняли и согласились с вестью Папы о единстве. Они сказали, мы принимаем ваше благословение и желаем благословить вас. Божья воля будет исполнена. Аминь. Тони, благодарю вас. Будьте благословенны. Спасибо. Аминь. Я говорил вам, что вы не забудете этот день. Я скажу вам прямо сейчас. Небеса потрясены тем, что они видят. О, благодарим Тебя, Господи. Аллилуйя. Вы знаете, что меня особенно восхищает? Когда мы начали свое служение 47 лет назад, это было просто немыслим. Это верно. Он признает, насколько изменилась ситуация с тех пор, как он начал свое служение, потому что харизматы и пятидесятники были тогда еще протестантами, и они еще проповедовали о том, что звери из книги Откровения это католическая церковь. Но ситуация изменилась радикальным образом. Вы можете сами увидеть новую ситуацию и взгляд. Друзья, я хотел бы в завершении прочесть вам кое-что, а затем предложить вам самим кое-что изучить. Это выдержка из 35 главы книги «Великая борьба». Вы сами скажете мне, исполнилось это пророчество, написанное более 100 лет назад или нет. В настоящее время протестанты куда более благосклонно относятся к римской католической церкви. чем в прежние годы. В тех странах, где не происходит подъема католичества и паписты занимают примирительную позицию, чтобы укрепить свою позицию, все чаще можно наблюдать растущие безразличия к тем доктринам, которые разделяют протестантской церкви и папскую иерархию. Все шире распространяется убеждение о том, что в конце концов наши разногласия по основным вопросам не так уж велики, как ранее казалось, и что незначительная уступка с нашей стороны будет способствовать лучшему взаимопониманию с Римом. Было время, когда протестанты дорожили свободой совести, завоеванной столь дорогой ценой. Они внушали своим детям отвращения к папству и согласия с Римом расценивали как представительство предательства Бога. Теперь же высказываются совершенно другие мнения. Книга «Великая борьба», станица 563. Сегодня, друзья, это пророчество исполняется на ваших глазах. Во свете всего того, что происходит, я знаю, почему Господь помог нам пройти через 3,5 года, посвященных выпуску одного 90-минутного видеосюжета. Это документальный фильм студия «Удивительные факты» только что выпустила. Он называется «Откровение невесты зверей Вавилон». Если вы посмотрите этот фильм, вы поймете, почему эти вопросы так важны и насколько мы близки к завершению истории Земли. В заключение хочу сказать, что эти события просто один из исполнившихся пунктов пророчества. Остальным пунктам предстоит еще сбыться, и мы можем об этом знать. Но даже знание деталей пророчества не спасет нас. Нам нужно иметь ежедневные личные взаимоотношения с Иисусом, основанные на Его истине и Его слове. Изучаете ли вы Слово Божие? Едины ли вы с Богом? Истины Библии сделают вас свободными, друзья. Нам нужно молиться о том, что если нас что-то удерживает от единства с Богом, удерживает нас от полной покорности Иисусу, удерживает от того, чтобы взять свой крест и последовать за Ним, то давайте сегодня сделаем верный выбор. Думали ли вы о том, что происходит, когда исполняются пророчества? Чего еще можно ожидать от Папы в качестве исполнения этих пророчеств, кроме как личного обращения к протестантам? Думаю, что прямо сейчас пророчества исполняются. Перевод Кожевникова Павла и субтитры создавал DimaTorzok,